В эфире программа «Навин регион» у студии Кристина Кранкевич. Вітаю вас и у гэтым выпуском. В открытом акционерном товаристве «Рассвет» имя Орловского распочался новый сельско-господарчий сезон. В тепличном комбинате высаживают рассаду томатов и огурков. Городня на теплицах займает 10 гектаров. Уроджай планует не менее за летошние, коля 5 тысяч тонн. Это будет первая продукция и первые доходы ки русской господарке в новом сезоне. У «Рассветовских теплицах» пануя весна. Больше 20 градусов тепла и особливо колес солнца. Пробивается прасшкло, подается курорт по серот зимы. Однако атмосфера тут докладна не для релаксу. У нас сегодня высадка растений. Мы уже начинаем новый сезон 2021 года. Праца кипит с полсотни работников, занятая высадкой рассады и наладжванием капельного селкования для растений. Вядома, городни нарастетут на минеральной вате, якую поставили селит из России. А праца на вышине – это для того, как натягнуть шпагат для подвязки растений. Томаты будут займать больше стерутуры – 8 гектаров. Прас два тыдня гэта томатная рассада за цветы обьяцают работницы. Яны могут навод показать завязи будущих кистьев, а кончатковый ураджай будет залежить от догляду. Растения – это наши дети. Вот когда мы любим своих детей, они тоже растут красивые. Также и помидоры, и огурцы. Ко всему надо приложить свою любовь, сердце. Ураджай томатов чекается в красавику, а ле ранее из-за томаты у рассветовских теплицах соспеют огурки. У господарцы шмат годов выросшивают середнеплодный гибрид яни, який подобается за смак и пах. Этот огурчик, мы его посадили 30 декабря. Вот уже какой большой вырос. И будем ждать уже урожай. Конец февраля, начало марта. Что дотичится знакомитых рассветовских ковунов, які летость добро выросли на кировской земле, усим сподобалися, то высадка рассады для нового сезона у теплицах отбудется крыху поздней. Размова идет навод про пышыренне ковуновых плашу. Однако пакуль на парадку дня – весновые огурки и томаты. Илона Иванова, Виталия Алексеенко, Новинир Геона. Про таких, як Ильдар Степанов, кажуть Йон на своем месце. А выник яго працы – гэта комфорт життя Вяскуцаў. Уминулый молодежный лидер Круглянского района, тяперу отказе за некалькі десятка увесок и дейнастю их розных служб. Про самага молодога на Магилёшчине старшыню сельсавета – у нашим репортаже. Сам я родился в Астрахани, но родители мои родом оттюда, местные. Пошел в первый класс и считаю себя парнем деревенским. Запячыма в учу босіга з Академиў Горках і педуниверситет. Мару, што адночай вернеться на малую родзиму, і так здарылся. Ильдар Степанов – самый молодый старшыня сельсавета у Магилёвской области. По угоду на службе цяпер ведая, на колькі не простую професію обрав. Аднак мясцовыя же хрэйм задаволіныя. Як я горвала за этим колодцем, ходили в аду, плохая крыша была. Мы были у зарочников сядели, а цяпер мы красуемся, выйдем, дорогу видим. А цяпер свет привели, мы цяпер как у городе. Очень хороший председатель, дау Бог нам. Белога молодежного лідера района подтримали и мясцовые активісты. Ужадание зробить родный край на прагажейшем. І оно казалось агульным. Сейчас замена идет линии, она ще с 70-х лет не менялась, получается. Дорога, на которой стоим, тоже внесли в план, потому что требует ремонта. Очень много кладбищ, которые необходимо благоустраивать. Кто сделает, если мы это не сделаем? Студень выдався снежным, однак до селянской працы молодые старшыня сельсавета звыклы. Наприклад, расширся стежку допомника партизанам. Герой великой чинной увез цевеликие Каскевичи. Лета севу адновили разом с вязковцами. У планах добро парадковать я 60 акуэнских пахаваню. Андрей Астрабов, Василь Фаталію, Круглянский район. Життё в умовах пандемии, прыщепки и профилактика. Темы программы «Прамая лінія» на Беларусь-4 Могилю. У понеделок 25-го студеня гостями телестуды будут главный санитарный урач Светлана Нячай и наместник начальника управления Аховы здоровья Абл-Ваконкама Алексей Щарбинский. Гости студии обмяркують особливости тестов, лечений и полтурной рызыки, вакцинацию и прогнозы на ближайший эпидемичный сезон. Свои питания вы можете задавать подчас промога эфиру по телефонах 70 70 59 и 28 45 55. Початок программы у 18.40. Побудовать переправу, очистить минное поле, узнять с одна раки потанувшие речи – это испыты для инженерных войсков. На тыдня они отзначили 320-ю годовину заснования. Так, у 188-й гвардейской бригаде имя Суворова и Кутузова, что местится в Могилевске Пашкова, веншовали ветеранов, а хлопцам нового призыва распавяли узорную историю войсков. В составе нашей воинской части имеются учебно-водолазный взвод, где на протяжении 2020 года подготовлено, переподготовлено более 100 специалистов-водолазов. Мы гордимся этими достижениями. Также наша воинская часть завоевала призовое место, первое место на международных играх, в которых команда принимала участие. И нам есть чем гордиться и чем подтвердить, что 320 лет для нас даром не прошли. Подчас урочистостям подзяку и узнагорода отримали десятки солдат и ветеранов. Узгадали службу, распавели об значности армии. Эти годы не забудутся никогда, поскольку это школа мужества. Именно здесь, как бы меня не уверяли, как бы меня не пытались там переубедить, именно армия – это тот институт, где испарни делают настоящего мужчину. У 188-й гвардейской инженерной бригаде недавно отбылся черговый призыв на терминовую службу. 65 человек присягнули на верность радзиме и народу. Тут я не смогу отримать и веды по инженерно-будовнейших профессиях. Андрей Шуляк, День Жавина, Новина Региона. Тым часом историка Патриотичный клуб Викру уладит виртуальные экспедиции для молодей и организует Могилевская библиотека имя Карла Маркса у рамках проекта «Память». Первая встреча отбылась с наученцами Политехнического колледжа. Патриотичный проект «Память» при Могилевской городской библиотеке имя Карла Маркса дейничая 2011 год. И селита распачали заводчную экспедицию под назвой «Расскажи про войну своими вачыма». Таму и запросили на сустрэшу активистов пошукового клуба Викру, бо именно это их работа – один з яскравых прикладов патриотичного выхования. Наша цель – привлечь молодежь в наши ряды, для того, чтобы чаще видеть их в наших экспедициях, чтобы они помогали нам работать с поисковыми данными в интернете, что также взаимополезно и для них, и для нас. Як па архивных документах Викруцы працуют на местах жорстких баёв Великой Айчинной войны, як у лесах и болотах отшукувают солдат, чые имёны дагэтуль у списах загинувших безвесток. Про гэта у дельники экскурсии доведалися с фильма телерадой компании Могилёв про деяность Викру. Змагли у руках патрымать сапраудные речи бойцов, что знойдены при раскопках. Затекавели юнаков у дельники клуба «Реконструктору». До 80-ти годя героичной обороны Могилёва клуб Викру и областный центр творчасти проводить конкурс «Могилёв, батька Сталинграда». Нагадаем, на пытании у першим туры треба отказать до 10-го лютого. Умовы конкурсу есть у Тымліку и на сайте телерадой компании Могилёв. Татьяна Сергеичек, Миколай Соболёв, Новины региона. И при надворе, оранжево узровень и вязпеки объявляют синоптики на 26-е студеня за мощного ветру и великих опадков. У авторок на территории в області часом будут идти мокрый снег и дождь, будет воблачная, а дённая температура по ветру в складе от 0 до плюс 6 градусов. На особных участках дорога лалёдится. А вось до ночи слупок термометра опустится и подморозить. Виной такому неустойливому надворью станет паудневый циклон «Ларс», який идёт про с территорию Беларуси. Актуальні новини в області на сайті tvrmogilow.kabay.ru у социальных сетках, а я на этом с вами развитываюся. Дякую за увагу. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова